несколько методик опять же это вот те методики которые надо посмотреть и желательно понимать о чем там написано для вот такого вот соприкосновения с областью информационной безопасности смотрите прям вот я выбрал для вас самый такой минимальный набор репрезентативный есть еще масса вариантов похожих да в других в этих же плоскостях но в других областях ну например вот есть авас паская история кто слышал про авасп а вас вас молодцы авасп про них слышали вот есть такие же методики для поиска уязвимости приложений в других доменах да там для десктопных истории и так далее ну а вас под хороший показательный пример а что здесь еще есть нист это общее айти да оценка уровня защищенности уязвимости и так далее есть со стороны атакующего пентест экзекьюшн стандарт который включает в себя многие вещи в том числе и действия по социальной инженерии и даже проектно управленческие вещи с точки зрения постановки проектов по этой теме то есть там как согласовать границы исследований о чем надо поговорить и так далее то есть это вот такая вот исчерпывающая информация как сделать там правильно внешний пентест или внутренний пентест команду зарядить есть авасп да и есть вот такая вот магические буквы вот вы про это не читаете вообще но если коротко там такой тизер да то есть это методика которая позволяет по сути разрабатывать методики если все остальное не помогает и нету готовой методики для того чтобы исследовать какую-то сложно сочиненную струк конструкцию да например вы никогда не видели дверей а вам надо исследовать безопасность двери вот это как раз методика для того чтобы концептуально разговаривать о том какие аспекты безопасности могут быть у такого объекта как дверь да и о чем надо вообще подумать в этих аспектах там и в какими терминами рассуждать термины типа скважность там с точки зрения там векторов угроз и так далее очень интересная тема но достаточно сложная такая философская так значит интересная история протеста на проникновение я видел что вы слышали знаете что это такое общая как бы концепция заключается в следующем что мы становимся или там нанимаем или приглашаем или внутри себя выращиваем и их напускаем на свою систему хакеров то есть это те ребята которые в границах разумного но действует исключительно как злодей вплоть до там социальной инженерии вплоть до разработки специальных там эксплойтов для того чтобы проникать в системы собирать там информацию если это в чистом виде атакующий чем это полезно это понятным образом позволяет оценить свойства по защищенности системы в реальных условиях раз это позволяет посмотреть насколько устойчивые средства защиты информации 2 да то есть насколько они работают не работают это позволяет оценить и это отдельный в общем-то вид работ посмотреть как работают те кто должны защищать систему а то есть это учение в таком общем легком варианте понять насколько те кто должны были поймать атаки это дело сделали вот вот эти два процента из про тех людей которые смогли отловить атаки в наших пентестах то есть в целом пентесты когда мы их проводим они у тех кто должен их ловить вызывают немного интереса вот то есть большинство наших исследований они проходят незамеченными для защитников но здесь еще другие цифры да то есть смотрите по нашей опять же статистике достаточно репрезентативные по большому количеству работ ежегодно примерно похожие цифры почти 90 процентов систем поддаются на пентест причем в нашем случае границы пентест это примерно там одна две недели максимум работает команда там из ну максимум там двух трех человек опять же обычно оговаривается что мы не используем каких-то термоядерных вещей да то есть это обычно такие стоковые достаточно инструменты стандартные тем не менее результат он вот такой вот до 61 процент это как бы человек который то что называется там скрипки услугой да то есть которые более менее умеет применять чужие инструменты да он способен проникнуть и за неделю до получить в общем достаточно интересные результаты хорошо это в целом перечень того что можно атаковать и того как это можно делать да ну собственно об этом все но смотрите мы сейчас просто про это будем дальше говорить тут интересно следующее вот если у нас есть как бы история с пентестом то как нам определить что ломать расскажу очень простой пример нам говорят ребята вот наша сеть у нас тут есть вай фай мы приходим и ломаем соседний ресторан потому что у него тоже есть вай фай который тоже добивает до этого здания как бы нужно как-то договориться относительно того а что собственно является объектом исследования вот мы с вами говорили про реальный мир да вот вот эту картинку мы сейчас к ней придем когда все дорисуем да вот вот из этой вот значит у реального атакующего у него есть вот те самые методы по сбору информации по открытым источникам ему не страшно промахнуться вообще говоря ну поломает соседнюю компанию ну обидно досадно ну ладно вот в случаях с реальными работами всегда оговаривается скоп работ то есть и исполнитель должен четко понимать какие объекты когда можно ломать кто ответственный с точки зрения того что с этими объектами делается кому звонить если вдруг что-то упало и так далее то есть вот это все она должна четко проговариваться и если исполнитель условно говоря эти вопросы вам не задает то это не очень хороший исполнитель так делать безответственно соответственно тоже с как заказчик если вы выступаете как заказчик тоже смотрите вот контролируете момент насколько исполнитель пентестов исповедуют принцип не навреди да то есть после пентестов все-таки система должна остаться в не менее защищенном состоянии чем она была до него да поскольку будут исправлены те проблемы которые были выявлены то желательно как ты и в более защищенном состоянии вот ну так или иначе значит у нас есть скоп работ то есть те границы адреса системы пароли явки там mac адреса точек доступа всякий сайди вай фай и email адреса которые можно социалить которые нельзя социалить время когда можно ломать ну начинается все с банального как правило подбора паролей и очень часто в общем на этом практически и успех наступает то есть сначала начинается до забыл сказать несколько больших таких сегментов работ внешний пентест да то есть это мы по сути моделируем действия внешнего атакующего когда человек приходит и сети интернет по сути ломает вашу сеточку еще есть вариант атаки через пользователей через сотрудников компании это социалка такой тоже большой отдельный фронт работ и большой отдельный фронт работ это вай фай на то есть принципе вот соединив все это вместе но получается так вот в целом ну и внутренне да потом все это еще можно внутри эскалировать значит развить развивать атаки внутри и смотреть насчет к чему можно получить доступ и так далее так далее бывает по-разному что имеет в тот или иной момент времени то или иной компании могут быть полезны либо все эти работы, либо какие-то из этих работ, какие-то их сочетания и так далее. Так вот, подбор паролей в 91% случаев к системам управления, к каким-то админкам сайтов, к чему-то, к чему-то, приводит к тому, что есть возможность достучаться так или иначе к локальной сети. Если это по какой-то причине не подошло, то есть и другие в принципе возможности, обхода вот этой истории, опять же там всегда остается вот эта самая уязвимость этапа конфигурации, то есть это слабые пароли. Слабые пароли в 9-10% случаев это то, через что мы попадаем в систему и то, что вам надо контролировать с точки зрения устранения, чтобы этого в ваших системах не было, это до сих пор из года в год остается слабым местом везде практически. Значит, учетки в открытом виде. Добрались до какой-то системы, получили доступ к базе данных в приложении, можем увидеть там учетные записи. Очень хорошо. Идем дальше. Также в большом количестве случаев. Дальше сам, собственно, если это не приложение, если это СУБД, окей, это третий вектор, тоже хорошо, хорошая история. Опять же, достаточно большой процент пробива, то есть результативности действия атакующих в случае прохода через СУБД. Ну и различные системы, в которых есть возможность подключиться дальше, пробросить доступ к корпоративным внутренним сервисам. В третьих случаях, да, это вариант как бы тоже захода. То есть здесь имеется в виду история, когда мы имеем возможность выскочить из тех полномочий и функций, которые нам были предположены. То есть предполагалось, что мы будем работать, условно говоря, вот в этой программке, но мы можем, допустим, туда загрузить какой-то файлик, вызвать его исполнение и через эту точку пройти дальше в сеть. Да, тоже такой достаточно типичный сценарий. Опять же, остаются еще веб-уязвимости в этих самых приложениях, да. Это очень большой вектор, это самый атакуемый объект, да, веб-сервисы, причем здесь важно понимать, что веб-сервисы как внешние, так и внутренние, да, и такие такого же класса уязвимости, в принципе, характерны для всех практически приложений, которые по текстовым протоколам работают, имеют в своем составе в том или ином виде с УБД, да, там, XML-ками кидаются и так далее. То есть там, в принципе, очень схожие методы, и это подавляющий процент уязвимости в современных системах, то, что чаще всего находится, потому что разрабатывается также, ну, там, на коленке или, словно говоря, каждой компанией под себя дотачивается, и, соответственно, уязвимости эти вносятся. Уязвимости ПО, да, соответственно, вот из той картинки мы видели, так или иначе находится одна какая-то система, часто в котором есть проблемы с обновлением, есть, как я говорил, мы не используем каких-то поисков специальных уязвимостей в общедоступном ПО для того, чтобы делать пентесты, мы пользуемся известными, да, уязвимостями, но вот эти уязвимости находятся, соответственно, это как отдельный вектор тоже можно попасть. Социальная инженерия. Здесь вот написано 100%, давайте немножко проснемся, как я говорил, у нас этот метод уникальный тем, что он превышает 100% по эффективности. Это, опять же, тоже моя любимая история. Значит, ну, как это может быть, понятно вообще? Рассказываю, очень просто. Значит, была компания, в которой надо было, социалить. Методом социальной инженерии был фишинг, да, то есть это рассылка писем с предложением там пойти куда-то, ввести там свои учетные данные и получить нечто. Вот в качестве этого пойти куда-то и ввести свои учетные данные выступал конкурс красоты. Типа сотрудницы в купальниках, ну, там что-то такое. Вот, мужской коллектив, все горячие. Что они сделали? Они стали коллегам из других компаний рассылать эту штуку. Вот, и, в общем, успех. Да, так получилось, да. Вот, окей. Ну и да, как бы социальная инженерия это отдельная сложная вещь, и вы, наверное, слышали и про истории с там зараженными флешками, и с фишингом, и с там чуть ли не с агентурной разработкой, да, это все действительно практикуется. Это, ну, не скажу, что мы все это делаем, но в целом это хорошая история, это нужно зачем? Потому что после того, как это все попробовано, можно на самом деле разобрать эти примеры, даже не столько для того, чтобы кого-то там за что-то наказать, как больше, наверное, в большей степени разобрать проблемы и понять, как не допускать этих ситуаций, как исправиться, да. То есть это повод сделать выводы, учиться на своих ошибках. Свои ошибки всегда лучше доходят, чем какие-то абстрактные вот там примеры про конкурсы красоты, которые я вам сейчас рассказал. Кстати, вы понимаете, вот вас как будут социалить? Что на вас работает? Есть какие-то идеи? Вот, а кто-то работает в этом здании? Работаете, да? Знаете, что на вас работает? Я не знаю, не видел там сейчас как вот, например, с собой какая-нибудь фигня с историей, что парни срочно на парковке работает эвакуатор. На улице Вавилова дом такой-то, работает эвакуатор, срочно передайте всем своим, да, там, вот какая-то такая история. Или там введение или отмена какой-нибудь платной парковки на улице Вавилова, да, вот, обратите внимание. Или там запрет на въезд какой-нибудь, ну, то есть какие-то такие локальные вещи, которые вы даже, ну, как, ну, кто это будет такой? Какие-то хакеры придумают такие письма? Нет, не будут. Ну, на самом деле, да, вполне себе могут. Вот ровно такую атаку проводили, она очень хорошо работает. Ну, и Wi-Fi, да, то есть это перехват данных, передаваемых по Wi-Fi, подмена Wi-Fi точек, те или иные манипуляции, которые с Wi-Fi позволяют, собственно, да, ну вот, вот эти все атаки, которые позволяют через Wi-Fi получить тот самый, закрепиться в системе. Вот смотрите, я специально буду использовать термины из тех моделей, которые мы с вами говорили, потому что вот чем модели, собственно, и полезны, они позволяют вот эти все ворох атак примерно понимать, как бы, что к чему, какому это относится, да. Что такое взлом Wi-Fi? Это получение начального доступа, да, в систему. Вот, вот, собственно, вот возможности, да, вот эти вот, они позволяют либо в один шаг, либо в два шага, перехватив сначала какие-то данные, этот самый доступ получить. Ну, и, собственно, вот этот набор, опять же, мы с вами фантазировали, что может хотеть нарушитель, да, практически все из этого мы разгадали, ну, наверное, там, да, ну, примерно все сказали, и действительно мы в ходе, это тоже, опять же, заключение из какого-то, там, по сути, реального, там, исследования или синтезированного, да, то есть это, по сути, то, что показывается в рамках пентеста с реальными примерами, с реальными цифрами, с реальными скриншотами, там, возможности доступа и так далее, то есть это конечный результат, что с вами можно сделать вот так, это занимает одну неделю, нужен вот такой вот студент Иван Иванович, он обладает довольно невысокой компетенцией, но способен сделать вот раз-два-три и получить все вот это вот-вот. Да, ну и по социальной инженерии, ну, самое, наверное, забавное, я вам рассказал, тут важно понимать следующее, что, на самом деле, мы, когда рассылаем письма, их получают, там, условно говоря, 100% сотрудников компании, вот эта вот величина, она, на самом деле, достаточно виртуальная, да, то есть, как бы нам-то достаточно, в общем-то, одного человека, да, то есть то, что 24% доли сотрудников, да, там, 10%, которые ввели письма, там, практически, по-моему, не было такого, что 0% было, то есть в целом, а так это успешно, дальше вопрос, насколько легко она осуществима, это второй вопрос, но, что называется, результат прям, ну, хороший. Дальше, после того, как мы, не, это не упало, это так должно быть, после того, как мы попали в локальную сеть, следующая история, как бы, ну, попали и попали, то есть до этого это еще, опять же, тот самый ущерб не наступил вот в той нашей модели, про которую мы говорили, после этого нужно, ну, просто получить доступ даже на одну рабочую станцию, часто бывает это ни о чем, как бы, да, история. Дальше идет эскалация работы в системе, то есть нам нужно обойти средства защиты информации, расширить полномочия, тоже мы об этом говорили, да, что это важный шаг, вот, получить желательно домен админа, да, кто к чему, как бы, что считается конечной точкой проведения пентеста, да, то есть если в Windows системе мы получили права домен админ, то дальше, собственно, мы можем делать что угодно, можем, недавно хороший тоже анекдот рассказывали по методу реагирования на инциденты, когда у злоумышленника были какие-то возможности получения, создания админской записи, а реагирование на инциденты сводилось к тому, что сидел специально обычный специалист, эту учетную запись убивал все время, и это продолжалось на протяжении месяца, то есть они вот реагировали на инцидент, вот так вот. Очень эффективный метод, я вам скажу. Вот, опять же, ну, обратите внимание на то, что есть проблемы с антивирусной защитой, да, это как бы не потому, что антивирусы плохие, антивирусы как бы свои задачи решают, но если задаться своей целью, да, вот, сделать так, чтобы меня не заметили, часто это удается сделать, это вот проблема массового инструмента, который должен не фалсить, да, он приводит к тому, что через него можно все-таки как-то пройти и обойти. Потом эта история, скорее всего, будет замечена, и ваш модный вирус тоже научится ловить, но своих целей вы к этому моменту можете уже достичь. Вот, то есть так или иначе, получаем пароль, либо перехватываем, кто знает слово «мимикация»? Меня травмируют наши пентестеры все время словом «мимикация». Хорошо, вы знаете, молодцы. Хорошо, это, в общем, ну, так, тоже, опять же, чтобы прийти к общему знаменателю, это очень популярное средство, которое позволяет перехватывать пароль администратора, да, то есть если администратор логинился на рабочую станцию, да, там остался его хэш, соответственно, мы дальше можем с этим вот уже дальше двигаться, как администратор. Вот, это та самая, опять же, уязвимость в Windows-платформах, которая не может быть устранена. То есть про нее известно, черти, сколько давно, она не лечится, не устраняется, ничего с этим делать не получится, это архитектурная проблема. Больше того, самое смешное, что эта же история работает и при двухфакторном администрации, то есть, казалось бы, что у нас есть карточка, да, там, токен, так далее, так далее, и вот этот у нас защищает от перехвата пароля, у нас же токен. Так вот, на самом деле у наших коллеги, они вам, наверное, могут про это развернуть и больше рассказать, если интересно, подходите, я вас с ними законнекчу. Ну, вкратце, на пальцах история такая, что после того, как токен смарт-карта у вас отработала в системе, там дальше все равно появляется некий хэш, который можно перехватить. И его подсунуть вместо, значит, того, что у вас там была карточка, да, и его дальше все равно использовать. Ну, то есть, по сути, вот, как бы, забудьте про двухакторную аутентификацию, авторизацию, ну, нет, не работает. Вот. Ну, и дальше, соответственно, развитие в локальной сети, да, то есть это то, поверьте же, про что мы проговаривали. Это сбор данных, это демонстрация, ну, в случае пентеста, да, мы же все-таки тестируем, да, и демонстрируем. Это демонстрация возможности доступа, там, платежным ведомостям бухгалтерии, к, значит, каким-нибудь админкам сайтов с демонстрацией возможности, там, вот, нажать на эту кнопку и все ляжет, да. То есть, вот эти все вещи, они очень действенно показывают, насколько система уязвима и насколько легко можно, как бы, поставить под угрозу вообще существование нормального функционирования антисистемы. Вот. И, наверное, последняя вещь на сегодня, про которую мы успеем поговорить, это анализ уязвимости приложений. Смотрите, вот все, что я говорил до этого, это касалось анализа информационной системы как таковой с точки зрения уязвимости в ней, и приложение воспринималось как некий такой черный ящик, которым у нас либо есть отмычка, да, условно говоря, известный эксплойт там или как-то, либо его нет, и мы тогда там перебираем пароли, значит, либо какие-то уязвимости ищем автоматизированные и так далее. Вот сейчас, собственно, про это поговорим, про приложение как объект исследования, да, то есть мы говорили про систему большую, в которой много приложений, и мы не фокусируемся на каждом из них отдельно. Теперь мы как атакующий, который поставлен в условия, когда он, вот, когда он должен проломиться именно через эту дверь, да, в условиях теста это часто бывает просто задачей, да, то есть вот есть сервис, попробуй его сломай. Для атакующего это тоже, на самом деле, часто бывает самый короткий путь к цели, да, то есть это понятная как бы история, что вот это приложение, я его знаю, что это эта компания, где у них там инфраструктуру, я не очень знаю, ну, пойду туда. Или это приложение, оно и есть как бы не только объект атаки, но и цель атаки. Мне, собственно, и надо во всей компании попасть вот в этот их сервис. Мне с их IT-инфраструктурой и с бэк-офисом, в общем-то, мне не надо общаться, если меня туда не занесет, я как бы туда и не пойду. Мне нужна какая-нибудь клиентская база, она лежит в этом приложении, я его хочу, хочу ее утянуть, я буду этим заниматься. Ну и так как приложение, особенно веб-приложение, это часто вещь, которая торчит наружу, соответственно, это самая популярная тема для тиражирования атаки, да, то есть когда мы можем взять и попробовать эту атаку там разработав для какого-то сервиса или для какого-то компонента, очень частая сейчас история стала, когда вот у вас есть какое-нибудь приложение там ВКонтактик, ну неважно, какое-нибудь популярное приложение, оно на самом деле многокомпонентное, то есть оно состоит из многих-многих-многих там библиотечек, которые используют там для отображения фоточек, для проигрывания видосиков, да, вот это все. Вот, значит, если мы находим элементы в, уязвимые элементы в этих библиотеках, соответственно, мы можем найти по неким признакам, а мы про это тоже говорили, это поиск информации в открытых источниках, в поисковых системах, например, мы можем найти такие же системы с такой же библиотекой, уязвимой, даже иногда версионность можем ее узнать сразу. И по сути у нас есть отмычка вот к такому типу дверей. Дальше нам осталось найти, где те двери, да, и дальше пробовать смотреть и входить, и что-то интересно оттуда извлекать. Вот поэтому атакующие, в принципе, интересуются приложениями, активно их изучают и исследуют, это интересный вопрос для них, и у них получаются интересные результаты. Собственно, с точки зрения атак, если говорить про веб-приложения, за последний год, там, да, в последнее время особо ничего не меняется, то есть простые атаки, которые были там и пять лет назад, они все, в общем, занимают топы, да, SQL и XSS все знают же, да, ну и хорошо. Вот. И второй момент, который наметился за последнее, как бы там время, последние годы, это высокая автоматизация. То есть все, что можно автоматизировать, все, что можно распараллелить и запускать там от разных источников и смотреть различные там эффекты, да, в автоматическом режиме анализировать, это все автоматизируется и раскидывается там, там, либо на распределенные вычислители, либо на какую-нибудь бот-сеть, да, и, пожалуйста, пошла автоматизированная атака с многих источников, которые достаточно тяжело блокировать. Собственно, что такое приложение, да, почему оно ломается и как это, собственно, делают. Смотрите, опять же, очень простая для понимания модель. Приложение некоторое, да, там, некий сервис, в нем есть возможность какую-то информацию ему дать, какую-то информацию получить в ответ. Собственно, на этом все и заканчивается. Это вот если с точки зрения там информационной технологии разработки, ПО, там, я не знаю, как это назвать, концептуально приложение, да, вы ему что-то на вход даете, оно вам что-то на выход выплевывает, предполагается, что вы будете сделать с ним что-то корректное. То есть, если приложение ожидает, спрашивая вас, как вас зовут, вы будете говорить Вася, там, Коля, Пете и так далее, то как бы так оно и будет и будет хорошо. Вот где-то там у меня будет примерчик. Вот он. Вот. А если будет происходить вот так вот, да, то может у приложения наступить какая-то нехорошая история с точки зрения, как бы, выпадения нештатной ситуации. Да, то есть оно что-то спрашивает, мы ему говорим какое-то такое, значит, последовательность символов, которые оно не ожидало, да, после этого приложение начинает вести себя странно. Вот это примерно на пальцах самая короткая там картинка, как понимать историю с анализом блокбокс, с анализом приложений. Да, то есть мы перебираем вот такие возможности, варианты того, что мы можем предложению подкидывать, оно, в свою очередь, начинает вести себя более или менее странно или игнорирует вот такие попытки с собой обращения, да. Если оно, эти попытки игнорирует, значит, оно на уровне, это приложение с точки зрения атак на приложение защищено, оно фильтрует ввод, пользовательский ввод, да, или ввод от других компонентов, и, соответственно, оно не восприимчиво к тем или иным видам воздействия, в нее нет уязвимости, не восприимчиво к тем или иным атакам. Если, как бы, оно вот так себя ведет, то дальше можно попробовать ему вслед за вот этой последовательности символов, попробовать сказать, например, дай денег. Если у него настолько голова не работает в этот момент, что, как бы, он не понимает, что он делает, да, то он может попробовать дать тебе денег. Это, собственно, вот следующее там развитие идеи атаки на приложение, после того, как мы ему сказали что-то некорректное. Опять же, знаете, кто-нибудь такой магический символ кавычка? Кавычка, вы не знаете iSql, вы знаете инъекции, что такое? iSql инъекции, а кавычка не знаете? Вот это вы как-то что-то частично знаете. Хорошо, ладно. Но коротко история такая, что iSql инъекция – это очень популярная атака, это одна из самых популярных атак, вот, ну, условно говоря, вот такого класса. Это возможность выхода из контекста веб-приложения в контекст базы данных. То есть у нас веб-приложение, оно оборачивает то, что мы ему говорим. Например, я говорю, я Вася. Он говорит, окей, хорошо, вот Вася сказал, что он Вася, да, какой пароль у Васи? Это она уже у базы данных спрашивает. Вот если мы можем вот эту логику работы нарушить и сказать, чтобы ты выполни, пожалуйста, уважаемая база данных, два запроса. Ты спроси, Вася я или не Вася, а вторым запросом спроси мне, пожалуйста, всех пользователей, которые у тебя есть. И весь ответ мне верни. Вот если мы такой запрос от приложения можем заслать на самом деле, то, как бы, вот происходит интересный эффект и вызывается он как раз кавычкой. Ну, вот это классическая такая вот история, да, это выход из контекста веб-приложение, там, это символ комментирования, да, соответственно, вот мы начинаем выполнять запросы в контексте базы данных уже. Вот, собственно, про что мы успеем еще поговорить? Ну, наверное, собственно, как исследуют приложения, да, то есть вот то, что мы сейчас с вами так коротко пробежали, это тема с Blackbox тестированием, с фазингом, да, такой примитивный, как бы, ну, не автоматизированный, ручной механизм проверки, там, корректности, некорректности ввода, да, когда мы что-то такое приложение закидываем, оно что-то там отвечает, вот, значит, есть другая альтернатива, когда мы можем получить исходный код приложения. С веб-приложениями это достаточно частая история, потому что, значит, компоненты, например, третьих сторон, да, вот, про которые я говорил, там, картинки, да, видео, они доступны в открытом коде, то есть мы их можем взять у разработчика и просто посмотреть, что у них там как бы разработано. Это один источник. Другой источник. Часто бывают бэкапы, да, то есть, ну, тут веб-разработчики работают, там у них где-то валяется бэкап, по сути всего, в веб-приложении. Этот бэкап выкачивается, после этого смотри пункт один. Ну, и так далее, короче, бывают возможности, когда или там получен, например, доступ на уровне операционной системы к веб-серверу, соответственно, мы можем оттуда получать какую-то информацию от веб-приложения, не можем там, допустим, установить доступ там к базе данных по каким-то причинам или нам нужно что-то другое. Можем посмотреть на его код и ломать потом еще со стороны веб-приложения всю эту систему. То есть вот есть ряд механизмов, которые позволяют получить доступ к исходникам. Исходники, по сути, позволяют нам обеспечить понимание, что есть приложение все целиком, да, то есть из чего оно состоит, как оно устроено, если там есть уязвимости на уровне проектирования, так любимая опять же тема, это вшитые пароли, да, значит эти пароли получить, если они там условно говоря не совсем в открытом виде, а, например, там как-то хитрым образом закодированы, то это в принципе можно раскодировать, не зашифрованно, а закодировано, да, то есть такая военная хитрость применена. Соответственно, вот это все, там покрытие смотрится, кода, оно может быть обеспечено, то есть мы можем проглядеть все, что делается программой при должном усердии, выявить уязвимости, да, и дальше, исходя из этих уязвимостей, уже действовать. Значит, вот смотрите, опять же, чтобы долго не растекаться мыслью по древу, есть у нас два класса методов, это статические, то есть когда у нас есть либо программа, либо ее бинарное там или какое-то представление готовое для выполнения, и тогда у нас есть варианты с тем, чтобы посмотреть код, либо обработать бинарник и получить, собственно, опять же, также код, да, с которым можно потом как-то работать, вносить в него изменения, иным образом как бы достигать целей компрометации приложения, приложения отдельного сервиса. Либо у нас есть второй класс методов, это динамические методы, то есть когда у нас приложение, например, запущено, или мы не имеем возможности с ними как-то взаимодействовать в статике, да, то есть у вас есть, например, тот же самый ВКонтакте, вы не можете его локально себе взять и его расковырять, да, но вы можете с ним очень активно взаимодействовать с его апи, да, там, или с его пользовательским интерфейсом, посылать ему запросы, получать от него ответы. Вот если у нас есть только второй метод, тогда у нас в узле, там, ну и в вебе тоже, на самом деле, есть два варианта, да, то есть некая отладка, да, то есть когда мы последовательно, ну обычно это, наверное, более правильно про узел говорить, когда мы приостанавливаем выполнение приложений и последовательно смотрим, как происходит изменение данных в в этом приложении, да. Фазинг, это вот очень интересная тема, давайте ее, как бы, как концепцию тоже освоим. Смотрите, вот та картинка, которую я вам показывал, да, вот эту вот, если мы научимся вот этим товарищам много раз приходить в точку, когда вот белый говорит вот этот посыл, а мы ему в ответ говорим вот эту фразу, мы можем ее все время немножко менять, то есть сначала мы ему сказали, он нам что-то сказал, мы ему сказали, хай, он дальше пошел выполнять стандартно там свой ответ нам, да, вот если мы умеем на уровне приложения доходить до точки, где наш ввод может приводить к какому-то неадекватному поведению приложения, то для нас, как для исследователей безопасности, это интересно. Вот, для Windows платформ, да, для, ну вообще для узловых, там, для Unix, неважно, это этим интерес, этой интересной точкой, как правило, является падение в синий экран, да, то есть если мы что-то с приложением делаем, оно падает, значит здесь может быть что-то интересное. Не факт, как бы не всегда, но, значит, дальше там можно поработать с этим дампом, что-то оттуда выцепить и научиться запускать какой-то свой код в контексте этого приложения, то есть по сути это та самая история с remote code execution или local code execution, да, то есть когда мы можем в запросе передать кусок кода и его выполнить в контексте того приложения, к которому мы обратились. Ну классно, да, то есть вы там общаетесь с контактиком, условно говоря, вы ему передаете что-то в адресной строке, пишете у вас во вконтактике открывается, условно, опять же говоря, калькулятор, да, вот это как обычно десктопные платформы ломают, но демонстрируют возможность. Короче говоря, смысл какой? Если вы можете с приложением так вот взаимодействовать и автоматизировать, это автоматизированный метод тестирования, автоматизировать его дохождение приложения до некой точки, да, например, вы там, у вас есть логин, пароль, а следующим вы, значит, пунктом вводите, например, там какой-нибудь идентификатор запроса, там, адреса доставки, ну, товара, да, интернет-магазин. У вас там логин, пароль ввели, следующей странице вы вводите идентификатор заказа, да, вот, если вы сможете разработать систему, которая каждый раз там входит, потом вводит один вариант заказа, другой вариант заказа, третий вариант заказа, то в целом вы можете, по сути, реализовать метод фазинга. В чем будет заключаться фазинг? Понятно, что если вы будете перебирать там номера запросов от одного там до десяти миллионов, это, наверное, можно делать, но не очень интересно. Значит, там дальше начинается достаточно сложная и интересная, опять же, тема, это момент того, как, собственно, сформулировать вот этот самый запрос, вот эту самую строчку для того, чтобы этой программе ее подсунуть, да, то есть там есть так называемый генерационный фазинг, как генерируются какие-то последовательности, мутационный, когда берется несколько вариантов того, что туда обычно вводится, то есть мы обучаемся на неком вводе и потом скрещиваем ежа с ужом, получаем три метра колючей проволоки, ему от трех метров колючей проволоки плохо, да, от ежа и от ужа нормально отдельно, а вот от трех метров нехорошо. Вот. В целом эта процедура интересная и полезная с точки зрения того, что мы можем ее автоматизировать и можем смотреть на приложение, ну, по сути, опять же, глазами нарушителя с точки зрения того, как он может попробовать поискать уязвимости в нашей системе. Если эти методы запустить и, как бы, их гонять, да, на этапе разработки, то в целом достаточно серьезно можно повысить вот выявление вот таких вот самых проблем, приводящих к нарушению работы приложений как минимум, а значит, если мы их исключим, гарантированно, а такой очень будет тяжелее искать уязвимости дальше. Значит, если переходить к тому, что с этим делать, наверное, последняя на сегодня, да, история, кто слышал про инициативу и концепцию вообще методов безопасной разработки? О, классно, есть такие люди. Значит, это концепция, которая в начале двухтысячных активно разрабатывалась тем самым, то есть самой империей зла, тогда Microsoft, да, тогда еще Microsoft был империей зла, сейчас стал Google, тогда Microsoft. Вот. С точки зрения повышения защищенности своих продуктов, да, то есть у нас есть продукты, в них много проблем, вирусные эпидемии, все плохо, пользователи стонут, говорят, дырявый Windows, что-то надо делать. Значит, ребят собрались, разобрались и выяснили, что если внедрить, опять же, это разработческие практики, но опять, и это важно, в принципе, и для тех, кто занимается эксплуатацией IT, потому что сейчас IT отвечает во многом за разработку сервисов. Важно концептуально это понимать, что так можно и такое бывает. Вот здесь вот перечислены, по сути, этапы разработки программного обеспечения, да, то есть начиная со сбора требований и проектирования, разработки, тестирования и выпуска, да, и соответствующие практики, которые соотносятся с ними на уровне обеспечения информационной безопасности. То есть выяснилось следующее, что чем раньше, да, опять же, вот в этой модели мы выявляем ошибку, тем ее цена с точки зрения обнаружения и внесения, устранения и корректировки, тем она ниже, причем ниже, там, по-моему, они говорили, по экспоненте они посчитали, словно говоря, вот цена растет вот так, да, вот, чем дальше по этапам. Вот, соответственно, очень важно на ранних этапах уязвимости и проблемы выявлять, их устранять. Это первый момент. Второй момент, то, что у нас очень часто и в IT-системах, и при разработке компонентов этих систем программных, очень часто ошибки возвращаются. То есть вот мы там говорили, когда про уязвимости, мы говорили про то, что систему можно взять и сделать безопаснее. На самом деле, мы очень часто, опять же, на практике наблюдаем ситуацию, когда система была в достаточно безопасном состоянии, а потом вдруг она из него выпала в состояние опасное, хотя никаких новых радикально уязвимостей за время, как бы, вот это вот прошедшее, не публиковалось и не было, вообще говоря, и ломают ее старыми методами, которые вроде как раньше не действовали в этой системе. Почему? Ну, опять же, вопрос бардака, да, вопрос того, что, например, пропатчили действующий сервер, работающий или, там, неважно, сервис, да, накатили некий патч, потом по другим причинам восстановились из бэкапа, а в бэкапе лежала версия непропатченная. Вот типичная такая история. То же самое, какая-нибудь картинка с виртуалками, да, то есть были виртуалки, откатили, накатили, пришли к тому варианту, который уже давно надо было патчить, его, собственно, и пропатчили, но потом вернулись к старой версии. Вот, подытоживая, опять же, очень интересная концептуальная схемка, нужно поближе рассмотреть, по сути, это модель зрелости, да, то есть, опять же, по сути, правило 34 для всего, да, если есть что-то, да, то для этого есть модель зрелости. Так вот, значит, это, собственно, вот здесь написано вот примерно это же самое, да, то есть еще плюс к этому дописаны там вопросы обучения, команды и так далее, а здесь, собственно, этапы взросления и добавления новых вот этих вот, по сути, практик. Вот, соответственно, в России сейчас эта тема тоже активно происходит, да, и внедряется на уровне разработки даже ГАСТа. Был уже проект этого ГАСТа, сейчас он станет обязательным, этим занимается в стэк, так что эта тема скоро дойдет, я так понимаю, в первую очередь как раз до банков. Вот, собственно, в российских компаниях это тоже активно происходит, и я надеюсь, что как бы эти активности, они позволят вот этому стать правдой. А кто, кстати, знает, что это? Hard bleed, да, это уязвимость, официально первая уязвимость, у которой есть свой фирменный стиль, да, то есть вот это вот сердце нарисовали. Это, что мне интересно, это уязвимость в юних системах, которая присутствовала в них больше там 20 лет. То есть она была, 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 ее не обнаружили, не обнаружили, тривиально эксплуатируется, но как бы вот ее не обнаружили, потом она нашлась. Почему? Потому что, ну, никто не искал. То есть, по сути, вот все, что выпускалось потом, оно на этапе анализа, да, не подвергалось какому-то не было исследователю на протяжении 20 лет, там просто не искали. Поискали, нашли, после этого там посыпалось сразу ворох таких же тоже отрицованных уязвимостей, да, разного калибра, которые тоже там заимели свой фирменный стиль. Окей, давайте я подведу итог за сегодня. Мы поговорили про следующее, мы поговорили про оттуда, откуда берутся уязвимости, так общеконцептуально, да, то есть это и люди, и проблемы с безопасностью, это люди, это уязвимости, это бардак, связанный с инвентаризацией, причем не обязательно связанный с уязвимостями, а даже просто с узлами, которые в сети присутствуют. Мы рассмотрели несколько моделей полезных, которые я настоятельно рекомендую вам тщательно посмотреть, да, вот эти две, их прям визуально, они вот так выглядят, они ищутся в интернете или в презентации они есть, можно посмотреть, да, это модель со стороны инцидента и со стороны защиты, она одна. И вторая, это то, что называется kill chain модным словом, да, это последовательность действия атакующего с точки зрения того, как он попадает в систему, да, и в ней дальше работает. Мы поговорили про то, что для даже практики, в общем, есть хороший подход, связанный с методикой, да, методическим таким закреплением того, как надо правильно делать, в общем-то, плохо формализуемые, систематизируемые вещи в виде, там, хакерского творчества, да, эти методики я вам перечислил, их можно посмотреть, они все открытые, доступные, в интернете лежат. В ссылках, кстати, да, здесь во всех слайдах практически есть ссылки на что-то, да, то есть если вы презентацию скачаете, там внизу будут везде ссылки на все материалы, которые здесь перечислены. Мы поговорили про пин-тесты, как они устроены с точки зрения, там, как их проводят и на самом деле какие этапы там часто взлетают и не взлетают, да, мы говорили, что есть внешний пин-тест, внутренний, да, там развитие атаки внутри сети и вопросы, связанные с Wi-Fi, социалкой, да, такие ключевые такие моменты. Мы затронули вопросы безопасности приложений, так совершенно у нас получилась как-то компактная эта история, но тем не менее, да, мы сказали, что у нас есть отдельный компонент системы, который можно исследовать с точки зрения уязвимости, присутствующих в нем, и на приложении можно смотреть с точки зрения его статики, да, то есть как оно выглядит статически, его динамики, то есть как оно себя ведет, и пытаться и в то, и в другое, во-первых, подглядывать, во-вторых, внедрять какие-то свои операторы, да, и свои действия, тем самым вызывать недетерминированное поведение, обходить там формочки ввода паролей, вот это все, да, и есть, и активно сейчас применяются для этих операций автоматизированные методы, да, ну вот как пример фазинг для приложений мы с вами чуть-чуть концептуально осознали, как работает. Вот это в принципе, достаточно такой, ну, 80, может быть, процентов, давайте, или больше 50 точно арсенала и активных операций, которые проводятся в ходе практических исследований безопасности при работах пентестеров, да, пентестеров, исследователей информационной безопасности сегодня, как в России, так и в мире, в принципе, здесь мы можем говорить, потому что наша компания достаточно хорошо себя чувствует и в России с учетом компетенции и в мире, да, и, наверное, напоследок, собственно, я на этом буду заканчивать, я всех настоятельно приглашаю на конференцию Positive Hack Days, которая пройдет, которую, собственно, мы проводим, пройдет она 23-24 мая в ЦМТ в Москве, там будет тысячи, наверное, ну, как вас здесь, только 4 тысячи человек заинтересованы, слушающих, докладчики будут со всего мира, да, то есть у нас сейчас более сотни заявок, это будет 6 потоков идущих одновременно, то есть вы для себя по-любому найдете что-то интересное, там будут живые хакерские соревнования, вот примерно в таком же зале, может, чуть побольше, где будет 10 команд хакеров и 10 команд примерно защитников и соков, которые будут друг друга ломать и защищаться друг от друга, там в прошлом году был, ломали BMW, машину, автомобиль имеется в виду, да, там квадрокоптеры, заводы, это все можно прям посмотреть, это вживую все происходит, можно с людьми, которые это все умеют хорошо и руками и делают, поговорить, обсудить и найти банкоматы ломают, да, забыл совсем сказать, банкоматы ломали прям шикарно, вот, приходите 23-24 мая, спасибо вам за внимание, был неплохой вечер пятницы, на этом я закончил, спасибо.